Многие из нас начинали свой путь в World of Warcraft со знакомства с этой локацией. Спокойный, тихий уголок Азерота, населенный различными обитателями. По задумке создателя, эта стартовая локация должна была подготовить новичков ко множествам угроз, поджидающих их в будущем. Элвинский лес не внушает серьезных опасений. Тут нет огнедышащих драконов, коварных демонов или беспощадной плети. А в сторонице можно скорее диких зверей, случайных разбойников или пещерных кобальдов, которые вероятнее боятся нас больше, чем мы их. Вокруг дружелюбная атмосфера и герою по большей части приходится решать вполне житейские проблемы, пополнить запасы свечей в трактире или сбегать по какому нибудь поручению. Но за некоторыми, кажущимися мирными жителями Элвина, скрываются весьма неоднозначные натуры. И если покопаться в истории каждого из них, могут всплыть ужасающие детали их существования. По сути лор в World of Warcraft больше чем наполовину напичкан различными байками и эпизодами, заимствованные из других игр, книг, фильмов и даже истории из реальной жизни. И глядя на какого нибудь тщедушного рыбака, ни за что не поверишь, что он может оказаться жестоким маньяком-убийцей. Сегодня мы с вами познакомимся с некоторыми из обитателей Элвинского леса и копнем под них поглубже, чтобы выяснить кто же они есть на самом деле. А начнем мы с домика у Хрустального озера. Пожалуй самое жуткое место в Элвине. Про детей, прибегающие в этот дом и рисующие дьявольские пентаграммы, я уже как-то рассказывал. Переходите по подсказке на старенькое видео, где озвучена моя теория происхождения этих зловещих детишек. Вкратце напомню, что где-то около семи утра, спавнится шестеро детей, которые бегают по определенным точкам и занимаются какими-то странными играми, водят хороводы и выстраиваются в необычные порядки. После прибегают в дом на Хрустальном озере и на втором этаже рисуют пентаграмму. Во время ивента слышится леденящий шепот древнего бога и наигрывает довольно криповая музыка. Музыка кстати звучит именно в этом доме, если выйти на улицу, фон сменяется на спокойный расслабляющий мотивчик и это наводит на мысль, что милый домик на озере не так-то просто. Давайте познакомимся с его обитателями. Старожилов давно играющих в World of Warcraft не удивит этот персонаж, поскольку он является самой яркой пасхалкой, которая присутствует во всех похожих материалах. Конечно же речь о Джейсоне Матерсе, которая олицетворяет персонажа Джейсона Вурхиза, героя фильма Пятница 13. По легенде, когда-то будучи маленьким мальчиком, он приехал отдыхать в летний лагерь на озеро, но местные ребята его не приняли и всячески над ним издевались. События привели к тому, что Джейсон утонул в Хрустальном озере, кстати тоже названное в честь данных событий, а после восстал и принялся мстить своим обидчикам. Я думаю многие помнят это кинцо с сумасшедшим маньяком в хоккейной маске. С домом на озере связана еще одна необычная история. Когда-то Близзард, да и общество в целом не кричали на каждом углу о своей толерантности и подобные вопросы если и освещались, то без особого старания. О чем разговор? Речь о двух женщинах, проживающих в доме. Адель Филдер и Хелен Пелдскиннер. Казалось бы, что тут такое, ну живут и живут. А дело в том, что игроки в свое время задались вопросом, почему в доме живут две женщины, а кровать всего одна, к тому же двуспальная. Ну, вроде бы и в этом тоже нет ничего странного, если не забивать голову лишними мыслями, мало ли что там расставили реквизитеры. Однако, еще в альфа версии игры, у Адель Филдер был диалог, в котором она рассказывала о том, как ее муж погиб на войне и Хелен помогла пережить ей трудные времена. И она даже не знает, что было бы с ней без Хелен. В те времена еще не было такой политики, как сегодня. И игра с подобными пасхалками могла лишиться даже рейтинга 12+, поэтому данный диалог удалили от греха подальше. Ну, посыл я думаю вам понятен. Знали бы те близзы, что через какие то 15 лет они раскрасили свой логотип в радужные цвета, а то особо то не смущались. У Хелен кстати, есть еще родственник, это Игон Пелдскиннер, живущий в аббатстве Нордшира. Но кем он является ей не понятно, может брат, а может пропавший муж, который по заверению Хелен ушел на войну и не вернулся. Как бы там ни было, Адель оказалась неплохой заменой. Но по настоящему захватывающей оказалась следующая история. Переместимся на юг Элвина. Здесь простираются виноградники принадлежащие семье Маклуров. Рядом расположена ферма принадлежащая семье Стоунфилдов. По сценарию Маклуры враждуются Стоунфилдами и уже достаточно продолжительное время. И эта вражда очень мешает двум влюбленных из этих семей, Томми Джо Стоунфилд и Мейбл Маклур, которым мы в квестовой линии помогаем встретиться. История очень похожа на романтическую оперу Ромео и Джульетта, но на деле все гораздо жестче чем можно было представить. Прототипом семьи Стоунфилдов стала семья фермеров Хэтфилдов из Вирджинии. Роль их соседей Маклуров в игре взяла на себя семья Маккоев из Кентукки. Эти две семьи враждовали между собой долгие годы. В течении 11 лет было убито свыше десятка членов обоих семей и по окончании вендетты одного Маккоя повесили, а семерым членам семьи дали пожизненное заключение. Тогда же в американскую лексику прочно вошло выражение Хэтфилд Маккой Феуд как обозначение непримиримой клановой вражды. Именно эти события послужили установке административной границы между штатами Кентукки и Вирджинии. По этой истории было кстати снято несколько фильмов и даже сериал с участием Кевина Костнера. Выполняя квестовую линию, финальным заданием служит убийство свиньи с забавным именем принцессы. Хрюшка в этой истории оказалась совсем не случайна, так как по итогам разбора вражды между двумя кланами, одной из причин конфликта как раз послужила некая свинья, у которой может быть даже и кличка была похожа. Сводка гласит, в 1878 году Флойд Хэтфилд, двоюродный брат главы семьи Уильяма Андерсена Хэтфилда по кличке Дьявол Энс и Рэндольф Маккой, поспорили за права собственности на свинью. Спор дошел до суда, где его рассматривал местный судья Андерсон Хэтфилд по кличке Проповедник Энс, принявший решение в пользу Флойда Хэтфилда, которого поддержал Билл Стейтон, находившийся в родстве с обеими семьями. Через два года, братьев Маккой, Сэм и Перис, хладнокровно убили Стейтона, но все же были оправданы, так как суд посчитал, что они действовали в рамках самообороны. Такие вот дела, кто бы мог подумать, что обычная свинья послужит началом таких трагичных событий, но вы говорите Ромео и Джульетта. Хотя история любви тут тоже присутствовала, только выглядело все не так романтично как у Шекспира. Ромео под давлением родственников отказался от Джульетты, будучи к тому времени беременной от него и женился на другой. Но после начавшегося процесса против Стоунфилдов, был арестован и приговорен к пожизненному. Потом был правда оправдан и женился уже в третий раз. А Джульетта, со временем потеряв ребенка от тяжелой болезни, умерла в одиночестве в возрасте 29 лет. Переместимся поближе к воротам Штормграда. Дом сумасшедшей кошатницы Дони стоит слева от дороги, ведущего аббаса Нордшира. Возле домика пасутся две симпатичные коровы, а внутри и снаружи бегают кошки. Что можно сказать про этого персонажа? В бете World of Warcraft была комьюнити менеджер с ником Катриша, который все ласково называли Кэт, за ее бесконечную любовь к кошкам. Даже ее аватарка была с кошкой. Так как она очень любила кошек, то продвигала идею о петах, не боевых как у хантов, а обычных спутников сопровождающих нас в игре. Она говорила, что была бы очень счастлива, если бы за ней везде в игре следовал котенок. Именно благодаря ей в игре появились домашние питомцы. Настоящее имя Катриши было Донна Энтони. И поэтому, когда Близзард вняли ее мольбам и добавили в игру первых питомцев кошек, продавала их девушка с похожим именем. Дом семьи Брэнден Беккер стоит почти под стенами Штормграда, недалеко от дома Клары Чарльз. Здесь живут Ким и Роб Брэнден Беккер. Их дочь Эшли и сын Брэдфорд. Роб Брэнден Беккер вице-президент по онлайн технологиям компания Близзард. Ким и Эшли упоминаются в титрах игры, но в каких родственных отношениях состоят они с Робом в реальной жизни и состоят ли неизвестно. Что касается мальчика по имени Брэдфорд, то о нем известно гораздо больше. Его прототипом является реальный человек, брат Роберта Брэдфорда, который умер в 2007 году от рака. Компания Близзард отдала дань его мужественной борьбе с болезнью, посвятив ему одну из основных квестовых линий в дополнение гнев короля Лича. Рыцарь Бриден Брат. О рыцаре, доблестно сражавшемся силами плети, спасшему множество жизней и заразившись от нежити чумой. Возможно маленький Брэдд в Элвинском лесу это сам Брэдфорд, а возможно так звали одного из детей Роберта. На лесопилке вы можете встретить веселого парня Терри Паллина. Если поговорить с ним, он скажет, а вернее споет, я лесоруб, я лес люблю, я ночью сплю, а днем пилю. Кто это такой и что он здесь делает? Имя дровосека Терри Паллина скомбинировано из имен. Майкл Паллин, Терри Джонс и Терри Гильям. Легендарного трио актеров из шоу летающий цирк Монти Пайтон. В девятой серии первого сезона была небольшая семиминутная сценка, пародию на тему хичкоковского фильма Психа. Герой Майкла Паллина, маньяк парикмахер, который боится волос и ножниц и при слове постричь или подрезать, он сходит с ума и начинает выкрикивать стрижка, порез, внутренности, убийство, кровь, псих, резня, подрезать артерию, дрожь мозги. Единственный способ сдержать этот приступ агрессии, это отказаться от стрижки. К сожалению, клиенты относятся к проблеме Дэвиса без понимания. В скетче очередной клиент настаивает на стрижке. Но бедный парикмахер отвечает, может быть просто расчесать? Предпринимая несколько героических попыток удержаться от кровопролития, Дэвис наконец-то рассказывает нам свою историю. Я ненавижу стричь, я не могу этого выносить, мне становится безумно страшно, когда я вижу волосы. Моя мать говорила, что я дурак, она говорила, что единственный способ обороть этот страх, стать парикмахером. Я не хотел быть парикмахером, я хотел стать лесорубом, прыгать с дерева на дерево, когда они поплывут по рекам Британской Колумбии, гигантское красное дерево, лиственница, ель, сосна, а запах свежеспиленной древесины, отрез когда она падает и девушка рядом, а мы будем петь, петь, петь и произносят слова этой песни. Как и в фильме Психа, здесь мы имеем маньяка убийцу, его мать, кстати сделавшая сына чудовища и перевоплощение в женщину. Однако у Монти Пайтона все более чем просто, как известно лесорубы вынуждены проводить большое время в глуши и вдали от женского общества, а потому бедняга парикмахер мечтает найти именно здесь свое счастье, в профессии лесоруба. И если вспомнить о его мечтах, то можно порадоваться за Терри Паллен, ведь благодаря Близзард и его воплощению в World of Warcraft, его мечта наконец-то сбылась. Когда я готовил этот материал, мне хотелось копнуть глубже, пришлось найти этот девятый эпизод, пересмотреть. И вот что я вам скажу, такого трешака я еще не видел. Маньяк парикмахер, мечтавший стать лесорубом, чтобы уехать в глушь, там где нет женщин, есть только лесорубы и можно переодеваться в женское платье, чтобы соблазнять этих лесорубов, потому что он хочет быть похожим на свою мать. И в то время, когда он поет это, девушка кричит Терри, я думала, что ты настоящий мужчина и убегает. И вот такой эпизод заинтересовал кого-то из сотрудников Близзард, что они решили увековечить этого героя в игре. Какой бардак творился в голове у того геймдизайнера. Дальше в том эпизоде было письмо от бригадира лесорубов, в котором он выражает претензии по поводу того, что у них в бригаде работает сотрудник Трансвестит. Не удивительно, что саму песню из игры удалили, но Вовхед помнит все и данная песня сохранилась там в англоязычном варианте. Интересно сколько подобных эпизодов есть еще в World of Warcraft. Давайте наконец на этом прервемся и пока готовится следующее видео, мне бы хотелось узнать ваше мнение, хотите ли вы больше узнать о необычных воплощениях персонажей World of Warcraft. И если вам интересно, оставляйте лайк под этим видео. Обещаю, сразу после тысячи лайков выйдет вторая часть. Удачи.